МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый ранец! Информационная служба телевизора компании Гомель начинает свою работу в эфире у студии. Для вас працует Евген Побловец. Набираю обороты самая гаража. Пора выборчей компании – агитация. Уже совсем худко выборщикам придется выражать, кого я не жадаю бажать в Палате представников национального схода. В Гомельской области подрихтовка до выборов и дело отповедности с планом. Отзначил подчас гаражей линии на радио Гомель плюс старшиня Гомельской областной выборчей комиссии по выборах депутата оплаты представников национального схода Миколай Стош. Головная задача – зарабить усе, как свой голос за кандидата мог отдать кожный. Особная увага – питание безбарьер на гасяроде. Зараз с 1038 участков, каля 40%, не смогут пропоновать усе необходные умовы для тех, кому тяжко рухаться. Гэта обумовлена спецификой будинка, у яких размещаны участки. До этой працы притягивать волонтеров, які будуть оказывать необходную допомогу. На всех участках будуть трафареты са шрифтом Брайля для тех, у кого есть проблемы со зроком. Отдать свой голос за таготь іншого кандидата зможе кожный. Сирот кандидатов – 14 проставниц лабога полу. Миколай Стош лечит, что в апошні годы прихожайшая полова чоловецства почала проявлять больше активную громадянскую позицию. Даряча у основным на депутатские креслы претендует люди праца с дольного взросту. Только 14 человек – пенсионеры и непрацовные. Что тычется профессийной складаючей, то проставленная малю все сферы дейности. Наибольшее число, значит, из числа выдвинутых представляют 11 человек промышленность, транспорт, строительство. 9 человек представляют образование, культуру, здравоохранение. 9 человек представляют государственные органы. Значит, и другие люди различных профессий сельскохозяйства. То есть практически представлены все отрасли народного хозяйства. Господарки Гомельской области практически завершили уборку зерневых и зернебобовых культур. Больше всех намолотили аграры Будокошелевского района. Амаль – 109 тысяч тонн сборжа. На другим – Месцы Рэшицкие – 107 тысяч тонн. Агульный намолот господарок в области складает 1 миллион 50 тысяч. Это амаль на 80 тысяч тонн больше, чем в минулом году у Волгули после завершения уборочной. Зараз работы завершены на 96% полев. Финиш уборочной шагается праздва дни. Как показали результаты этого года, есть расхождения очень большие по вооруженности азимых зерновых и яровых. Так что максимально будет уделено внимание увеличение азимого села. Если мы азимые получили 35, некоторые участки давали и по 80, и по 90, то яровые больше 20 практически мы нигде не получили, даже на хороших землях. Не хватает у нас влаги развиться растениями, мы теряем. Выводы сделаны, я думаю, что будем работать над этим вопросом. Сегодня в областном центре отбудется Президиум Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Голодная тема, которая будет обнарковаться подчас мероприемства, обынь как створение первостных профсоюзных организаций на территории Гомельской области в первом полгодии 2016 года. Подробнее об этом глядите в наших наступных выпусках. 14 вероятеля у Гомеля плануется проведение Белорусско-финляндского экономического форума. Такое мероприемство в нашей краине может стать пятым по лику. Его организацией занимаются представители Гомельского отделения Белорусской гандлевой промысловой палаты суместно с Гомельским Абл-Ваконкамом. Программой форума продуглет же на проведение пленарных опасяджений за делом Держсакратара Министерства замежных справ Финляндии, поставников Министерства замежных справ Белоруссии и старшиней Гомельского Абл-Ваконкама, а так само и инших высокопоставленных особ. До того, что делу мероприемства примут поставники как малого, так и среднего бизнеса, делегаты и керувники ведущих белорусских и финляндских вытворчих и гандлевых компаний. Плануется, что на черговом белорусско-финляндским экономичном форуме, який в середине вероятеля пройдет в Гомеле, будут проводиться перемоги по таких накерунках, как энергетика, энергосберогальные технологии, перепрацовка коммунальных и промысловых отходов, машинобудование, древопрацовка. До того, что вага будет нададена высоким технологиям. У этой сферы плануется наладить больше тесные связи помеж компаниями и высшайшими нарушальными установами обед в Украине. Если бы мы могли совместить интересы вузов в развитии этих технологий, компаний для того, чтобы они сотрудничали между собой, в то же время инновации, технологии для сферы сельхозмашиностроения, что характерно в принципе тоже для нашего белорусско-финляндского сотрудничества, в сфере деревообработки. Это уже даже не стоит обсуждать то, что в этом финны, безусловно, преуспели. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы эти темы звучали. И мы работаем в этом плане и с нашими организациями, и с вузами, и с компаниями. И просили посольства, чтобы таких компаний было больше в делегации, которая будет представлять бизнес Финляндии. Сегодня в Жлобинском районе отбудется открытый диалог БРПА, БРСМ «История, сущность и будущее». Мероприемство пройдет в рамках профильной пионерской змеи «Разумные каникулы. Салют пионеры». Удельникам открытого диалогу пропануюсь пагутарить на тему пионеры и союза молоди, молодежной политики и молодю политцы. Выбор в палату представников национальных сходов Республики Беларусь 6-го скликания. Подробясь не про это, глядите в наших наступных выпусках. Пытания подрехтовки до Сожского Карагода, Дня города, так само перспективы экспорта туристичных послуг обнарковывались подчас пресс-конференции у Гомельским Гарваканками. У делу мероприемств приняли представники отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоди, а так само адекватии, спорту и туризму Гарваканками. Запросили на пресс-конференцию так само наместников, кероников администрации областного центра, представников СМИ и туристичных объектов Гомеля. Пироника Ворошилина, Волода, под обязанностями. Город над Сожем зараз активно рыхтуется примать гостей Международного фестивалю хореографичного мастатства «Сожский Карагод». Плануется, что все лета юнзберы удельников с большим 20 краин света. А кроме уже у звыклых для гомельшан-проставников из России, Молдовы, Испании, Армении, успеще чекаемых, коллективы таких краин, як Нигерия, Шри-Ланка, Кодзевуар, Ганна и Индия. Программа трех конкурсных дзен будет включать ведовичное выступление танцевальных коллективов и театров огню. Межтым, на думку организаторов, самым запоминальным и яскравым эпизодом «Сожского Карагода» станет церемония его открытия. На стадионе 16 сентября в 20.00 всех гостей и участников, ну, собственно говоря, кто придет, ожидает новое шоу с использованием современных технологий, звуковых, световых, лазерных технологий, с участием гостей, которые прибывают в наш город. Это не только гости нашей страны, а это ансамбль песняры, это государственный ансамбль, это хор Ситовича. В этом году примет участие и Оркестр Волынчиков Москвы, уникальный коллектив, который, я думаю, будет ярким пятном в программе фестиваля в целом. Не обмянули по шаспросконференции и пытания, связанные с проведением Дня города, який отбудется 17-го вересня. Жихаровые гости областного центра у ГТС-свят так само шакаешь матприемных сюрпризов. Афиша практически сформирована, в ближайшее время она появится на сайте грузполкома. Огромный перечень мероприятий, которые будут сконцентрированы не только в центральной части района, но традиционно во всех районах города Гомеля. До 22 часов мы планируем все мероприятия в городе. Безусловно, это будет все ознаменовано фейерверком во всех частях города. Кульминацией пресс-конференции стало обмяркованнее перспектив экспорта туристичных послуг. Городские улады подкресливают для гостей, которые наведываются в Гомель, необходимо демонстрировать всю привабность города и створить комфортные умовы находжения. С этой метой зараз уже разгадается питание об реализации проекта, який будет называться «Карта гостя» и позволить объединить в себе все субъекты туриндустрии областного центра. Это будет свой особливый проходный билет, уладальники которого смогут бесплатно наведывать музеи, выставочные залы, спортивные объекты, размещенные в Гомеле. Человек приезжает, образно платит деньги на определенную сумму и все услуги, которые возможны туда включить, допустим, питание, проживание, экскурсии, все остальное, оно будет в этой «Карте гостя». То есть у него есть выбор, или он заселяется, образно только платит за проживание, или он все-таки приобретает «Карту гостя». Он может посещать музей, у него будет организовано питание, ему не надо думать, где пропитаться, в каком у него все будет. И плюс мы это все пытаемся пока сделать в шаговой доступности, чтобы это было близко. Городские улады сподяются, что этот новый день станет добрым сродком для притягнения туристов. Плануется, что первыми «Кристальниками инновационной карты» смогут стать гостями международного фестиваля «Сорский карагод». Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель». Скончил свою працу летний оздоровленший лагерь на базе Центра творчества детей и молодей Советского района Гомеля в остров Талентал. 24 дни выховальники организовывали ребятам займальный вольный час. Школьники Советского района проводили разом каждый будний день. В лагерях чекали не только забавы, а и обед, и сон. Такий режим дня связан с тем, что основная частка выхованцев – наученцы початковой школы. В творчем отраде больше за все детей захопляли гуртки декоративно-прикладного мастерства, малеваний и танцев. Дорогие, как кажется организаторы лагеря, кроме практичных занятков, каждый из людей побывал на сцене. Среди детей даже выбрали миссы мистера в остров Талентал. Так само проходили спортивные мероприемства и встречи с супрацовниками МНС. Разные были у нас эстафеты, разные фильмы смотрели, гуляли. Мне очень понравилось, я бы хотела еще раз там побывать. Доброченная акция под названием «Твори добро» пройшла в Гомеле. Она обеднала намагания футболистов, представников БРСМ и волонтеров отрада «Открытое сердце». С удельниками познайомилася Наталья Игнатенко. Гэта товариская встреча тут, зрозумела, холодная не перемога. Головная – створить атмосферу свято, подарить детям позитивные эмоции, а для когостей махчима и ожиттявить детячую мару. На трибунах дети и молодые люди с обмежеванными махчимостями. Не каждый день, навод в превеликим жадании, я не могуть вось так, на одлеглости в некольки метров, побачить девочих спортсменов и ветеранов гомельского футбола. Сирот втых, кто вышел на поле и лепший футболист гомельщины 20-го стагодзя, тренер Андрей Юсипец, говорит, что не подтримать идею проведения доброченной акции не мог. Для нас это, наверное, просто подарить людям хорошее настроение. Все-таки они делают доброе дело. И оставаться в стороне, когда предложили, честно сказать, не хотелось. Даже приятно, наоборот. Да и так самому, конечно, для себя приятно тоже вспомнить прошлое, подвигаться с друзьями. Ну и детям подарить праздник, который для нас тут тоже много делают. Футбольный мини-матч у рамках доброченной акции «Твары добро» был организован, дякуючая инициативе волонтеров, злику работников открытого акционерного товариства «Гомсельмаш». Волонтерский отряд «Открытое сердце» уже 14-й год займается доброчинностью. Он объеднувает милосердных людей, які готовы подтримать тех, кому эта допомога наибольшь потребная. Это идет от души, от сердца. Сегодня это большой праздник, праздник добра для детей из социально-педагогического центра «Майский ЦИТО». Силами нашего волонтерского отряда «Открытое сердце» ОО «Гомсельмаш», завода «Лития и Нормалей», а также при содействии футбольного клуба «Гомель» собрано большое количество подарков. То есть бытовая техника, кухонные принадлежности, постельное белье, школьные принадлежности, канцелярские товары, спортивный инвентарь. Все это будет по окончанию этого праздника передано воспитанникам этого центра. Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадо «Компания «Гомель». Сегодня в Гомельским палацов парком ансамбль открыется выстава «Узнагороды краин свету». Экспонаты представлены с фонда Утракайского исторического музея, який находится в Литве. На выставе можно увидеть больше 120 орденов и медалев 41-й краины Африки, Азии, Европы, Павношной и Павдневой Америки. Будут демонстроваться саправды уникальные узнагороды часов Речи Посполитой, Российской империи, Великой Айчинной войны и інше. Выстава организована при поддержке Министерства культуры Литовской Республики и повинна содейничать к дальнейшему замоцованию добросуседских относинов помеж Литвой и нашей краиной. В ближайший час на Гомельшине будет пановать достатково сырый характер на дворье. Краткочасовые дожжи на территории в области чакаются на протягу усёй другой половы тыння. Сегодня на Гомельшине будет в облачное с прояснениями. На большей часы территории чакаются краткочасовые дожжи местами на вольнице. Ветер пау нёвы 5-10 метров за секунду. При на вольницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра у день до 23, местами 25 градусов тепла. У пятницу и на выходных характер на дворье на Гомельшине истотно не изменится. На территории в области так само чакаются краткочасовые дожжи и на вольнице. Слубки термометра у гэтые дни, у ночи максимально уздымутся до 15-17 градусов тепла, местами до 19 градусов. У день до 29-32 градусов тепла. Поважаемых глядачей, сегодня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 19.50 глядите передвыборные выступления кандидату у депутаты платы проставников национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. С 19.01 до 19.25 вы убачите выступление кандидату по Гомельской промысловой окрузе номер 35, а с 19.25 до 19.50 кандидату по Гомельской новобелевской окрузе номер 36. Нагадаем выступление кандидату выйдут и эфир на телеканале «Беларусь-3». На этом наш выпуск завершенный. У студии працавал Яген Паблавец. Усяго вам доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин